Киев в желтой зоне, Беларусь в протестах, переселенцы готовятся к выборам. Это итоги понедельника, 17 августа на телеканале Домья Николай Саракваш. Здравствуйте. Семь тысяч белорусов собрались перед зданием Минского СИЗО. Они пешком отправились в Центральной площади независимости, скандируя «отпускай». Таким образом, минчане требуют освободить задержанных. По данным местных СМИ, в СИЗО могут находиться также блогер Сергей Тихановский и экономист Виктор Бабарико, которые собирались баллотироваться в президенты. Их накануне выборов задержали, а Центральная избирательная комиссия из-за этого отказала им в регистрации на выборы. Общенациональная забастовка стартовала сегодня в Беларуси. По всей стране остановилось более полусотни предприятий, в том числе и государственные телекомпании. Люди настроены не отступать, пока Лукашенко не уйдет в отставку. Больше знают наши корреспонденты. В попытке заручиться поддержкой Александр Лукашенко прибыл на Минский тракторный завод. Это один из крупнейших в мире производителей сельсгостехники. Там работает 16 тысяч людей. Обращение к работникам действующий президент начал в присущей ему манере. Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, никто не будет никого давить. Пожалуйста, с завтрашнего дня и сегодняшнего ворота открыты. Но более 5000 рабочих, присутствующих на митинге, резко отреагировали на выступления Лукашенко. Тем временем оппозиционный лидер Светлана Тихановская записала новое видеообращение и заявила о готовности стать национальным лидером. Она призвала военных присоединиться к протестующим. Если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом. Также Тихановская призвала готовиться к новым выборам. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера. С тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. На проведение новых выборов согласился и Александр Лукашенко. Говорит, снова готов сражаться за президентское кресло. Но только при условии принятия новой конституции. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме, и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти. Между тем, Евросоюз объявил Лукашенко персоной нон-грата и готовит экстренное онлайн-заседание лидеров стран из-за ситуации в Беларуси. Правительство Германии призывает прекратить преследования и отпустить политзаключенных, иначе причастным не миновать санкции. В ЕС мы уже договорились о санкциях против лиц, ответственных за нарушение прав человека. Как будут разработаны эти санкции, во многом зависит от поведения белорусских властей. Осудил массовые задержания, насилия и пытки посол Беларуси в Словакии. Сотни моих соотечественников на себе почувствовали, что ряд сотрудников правоохранительных органов в полной мере восстановили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21 века. В белорусской столице люди уже девятый день выходят на улицы. Они требуют прекратить насилие, освободить задержанных и провести честные выборы. За все время протестов, по данным общественной организации «Звяно», уже погибло пять человек. Еще 120 находятся в больницах Минска. Примерно столько же остаются в СИЗО. Судьба еще 76 человек неизвестна. Они считаются пропавшими без вести. Роман Смоллер, Телеканал Дом. Наладить диалог между белорусской властью и оппозицией хочет руководство УБСЕ. Для этого собирается приехать в Беларусь. Албания, которая возглавляет сейчас организацию, возмущена отказом Минска допустить УБСЕ к наблюдению за выборами, а также беспорядками, которые не утихают девятые сутки. Реакции официального Минска на такое предложение УБСЕ пока нет. Впервые в истории Украина вызывает посла в Беларуси. Игорь Кизым едет в Киев для консультации. Причин – несколько выдачи России, а не Украине, задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании «Вагнера». А еще – недопустимые высказывания об Украине президента Беларуси Александра Лукашенко и напряженная ситуация в стране после выборов. Как объяснил глава МИД Дмитрий Кулеба, все это подорвало доверие между странами. Все пострадавшие от масштабных пожаров в Луганской области получили компенсацию. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков. Семьям погибших выплатили по 200 тысяч гривен. За полностью сгоревший дом компенсация составила 300 тысяч гривен. За частично поврежденное жилье – 50 тысяч. Напомню, 6 июля загорелся лес в Новоайдарском районе. Спасатели боролись со стихией больше недели. Огонь достиг села Смолянинова. Там полностью сгорели 24 дома, погибли 5 человек. Все убытки, в том числе из-за сгоревший лес, оценили в 5 миллиардов гривен. Почти полторы тысячи переселенцев изменили свой избирательный адрес. Теперь они смогут участвовать в голосованиях на местных выборах 25 октября. Такие данные озвучили в Государственном реестре избирателей. Больше всего заявлений подали жители Донецка – это полтысячи человек. Изменить адрес для голосования те переселенцы, которые зарегистрированы на неподконтрольных территориях Донбасса, могут до 9 сентября включительно. Для этого необходимо лишь указать адрес фактического проживания. Гуманитарная помощь Донецку. Глава миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жилет сегодня приехала в поселок Октябрьский, что на севере города. Пообщалась с местными жителями и организовала раздачу комбикорма для домашних птиц. Почти сотни семей получила по 300 килограмм. Такие смеси кормов Красный Крест в ближайшее время планируют передать для полутора тысяч семей в Донецке. Киев оказался в желтой карантинной зоне. Так решила Государственная комиссия по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Причина – заполненности коек в больницах, где лечат зараженных коронавирусом более 50%. В том, какие ограничения добавились для киевлян и чем отличается зеленая карантинная зона от желтой, разбирался Валерий Бакус. Киев ужесточает карантинные меры. С сегодняшнего дня в столице запрещено. Пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без масок. Находиться в общественных местах без документов. Самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации. Вместе с тем можно проводить массовые мероприятия при условии, если на 5 квадратных метров площади здания или территории будет не больше одного человека. Посещать кино и театры. Правила работы останутся прежними. Залы должны быть заполнены не более чем на 50%. Впрочем, киевляне особой разницы между зеленой зоной и желтой пока не обнаружили. Ну, я что-то читал такое. Ну, мне говорили, что желтая зона. А что это означает? Что она означает? Я не знаю. Ну, пока нет. Это означает, когда коту нечего делать, он начинает себе в уши лизать. По большому счету, новые ограничения принципиально от старых не отличаются. К примеру, на сайте Министерства здравоохранения указано, что при переходе в желтую зону вводится ограничение на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста. Однако это не новация. Киевские центры соцзащиты перестроили свою работу еще весной. Социальная сфера нижней человеке на сегодняшний день не отмазывает. Мы все принимаем. Все люди принимаем. Вы, как видите, там яконце открыто принимаем. Просто нет допуска до помещения, потому что людей очень много, и мы не можем выдерживать дистанцию полтора метра. Поэтому люди принимаются в связи с нормальными погодными условиями сейчас в улице. Прежними остались и нарушения карантинных мер. В этом автобусе должны быть заполнены только сидячие места. Почему в салоне было много стоящих пассажиров, спросили у водителя. Сидячие места есть, они садятся не хотят. Стояли, полный салон был стоячий. Я же объясняю, сидячие места есть, люди садятся не хотят. Но если бы все рассели, все равно бы мяса не хватило. Хватило бы. У меня тут 50 посадочных, так что поверьте. Закрывают глаза на карантинные правила в общественном транспорте не только водители, но и сами пассажиры. Полный салон был в паршрутке? Да. Сидячие были заполнены и стояли люди? Ну. Вы стояли или сидели? Стоял. Стояли. Сегодня Киев перевели с зеленой в желтую зону карантинную. Знаете, что это значит? Мне это неинтересно. Знаете почему? Потому что я не верю в карантин. За минувшие сутки в Киеве зафиксировано 104 новых случая COVID-19. Один человек умер. Если количество госпитализированных в столичных больницах будет расти и дальше, то Киев может оказаться в оранжевой зоне. А это еще более жесткие ограничения. Валерий Бакус, Ярослав Матяш. Киев. Твой дом. В поисках новых локаций для съемок продюсеры и режиссеры национальных кинокомпаний организовали специальный тур по Украине. Первая в списке – Херсонская область. Группы присматривают пейзажи и места для будущих фильмов и клипов. Что интересного нашли, расскажут наши корреспонденты. Первая локация, куда приехали режиссеры и продюсеры – так называемые Херсонские горы. Непривычный пейзаж для степной части страны облюбовали для клипов украинские исполнители. Это очень интересное место, где встречаются три стихии. Ставши на край скелы, мы можем почувствовать воздух, землю и легкий водяный бриз. Но если будут тут снимать кино, то это уже не первые люди, кто снимает на наших скелях, так как самый первый – это был Кузьма Скрябин, который снимал свой клип. Украинские режиссеры уверены, чтобы снять зрелищное кино, не нужно ехать за границу. И сегодня уже начался день с прекрасной воды, неймоверная краса, фантастическая. И это круто, когда красивые кадры можно снимать не в Черногории, не в Хорватии, а у нас в Украине так близко. Дальше путешествие по Днепру. По мнению кинематографистов, это лучшие декорации для исторического фильма. Херсонщина имеет уникальные локации, в которых нет никакого другого региона не только Украины, а и мира. Это и пустыли, и такие скели Станиславские, как вы сейчас видите. И плавные, и Черное Азовское море. Это ваш Рожевое озеро. На время весеннего карантина съемки украинских фильмов пришлось приостановить. Сейчас киноиндустрия снова начала набирать обороты. В вересне будет проведен 14-й пичинг. Держкино в державную поддержку надеет выработникам. Наразі Держкино было выделено 455 млн, додатково из Рожевного фонда еще 50 млн, 100 млн на пичинг сериале Патриотического министерства культуры и в Украинском культурном фонду. За два дня продюсеры и режиссеры побывали в Олешковских песках, заповеднике Оскания-Нова, на Розовом озере, острове Берючий и в старинном Винном шато. Я Нина Лебедева, Сергей Тымчинский, Херсонская область, твой дом. За шаг от финала. В эти минуты донецкий шахтер в полуфинале Лиги Европы встречается с итальянским Интером. Встреча проходит в немецком Дюссельдорфе и обладатель финальной путевки определится в единственном матче. После первых 45 минут впереди итальянский клуб 1-0. Единственный мяч на 19-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Для того, чтобы выровнять ситуацию, у горняков есть еще полчаса. Ну что ж, остается пожелать им удачи. Друзья, присоединяйтесь к нашим зрителям в интернете. Адреса уже появляются на наших экранах. И оставайтесь с телеканалом Дом. С нами интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова